Здарова, меня зовут Данчик, сегодня понедельник, это значит, что вне зависимости от того, набрали мы с вами 100 тысяч просмотров на прошлом ролике или нет, сегодня в любом случае выходит хэппи-гоу-лаки. А набрать 100 тысяч просмотров у нас, опять же, не получилось, но есть возможность постараться сделать это до следующего понедельника. Ну а помимо просмотров, я надеюсь, что вы, как всегда, влепите лайк, и если вы смотрите этот проект, если вы следите за ним, он вам нравится, но вы почему-то до сих пор не подписаны на канал, то сделайте это. А еще, кстати, в этом ролике у нас с вами будет небольшой интерактивчик. В один из моментов в монтаже я специально заглушу слово или целую фразу, которую я сказал, и вы должны будете в комментариях догадаться, что же я сказал, какое слово пропущено или какая фраза, и те, кто из вас догадается, ваш комментарий попадет в следующий ролик хэппи-гоу-лаки. Естественно, вместе с правильным ответом. В общем, приготовьте себе чего-нибудь вкусного, мы начинаем. Знаете, нравится мне команда Краснодара, да и спонсоры у нее классные. Например, компания OneEase, где самые быстрые выплаты и самые большие коэффициенты. Вы помните, что этот парень одобряет. Ну а также по этому промокоду FLOYMDGROUP вы можете получить до 100 долларов при регистрации. Всю нужную информацию вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Регистрируйся и получай крутые бонусы. 74 рейтинга, 66 сыгранность. Александр Лаказет, 86 рейтинг у нас в команде. Это очень хорошо. Не очень хорошо, что вся остальная команда у нас в целом не очень. Есть, конечно, игроки, которые в целом способны выходить на заменку, но по-прежнему для хорошей победы нам этого мало. Есть, конечно, один вариант, что нам может помочь. Например, плюс один случайный игрок за каждую тысячу ваших лайков. Надеюсь, получится набрать хотя бы 10 тысяч лайков, чтобы в следующем ролике мы с вами открыли уже 20 случайных игроков в самом начале. Ну а сейчас только 10. 10, которые нам положены. 10 случайных золотых игроков. Я очень хочу поймать какого-нибудь топчика, но первый игрок это сила, мощь, это пауэр, который на самом деле, если бы я сейчас его взял, может быть, даже бы и добавил какую-то сыгранность, потому что у нас есть игроки, более того, английские игроки из чемпионшипа. Но, наверное, все-таки это нет. Нет, 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 нет. Теодорчик. Ну, на самом деле, не особо он нам нужен, учитывая, что у нас есть там, в принципе, не самые плохие нападающие уже. Наверное, нет. Нет. И последний игрок. К сожалению, все мимо. Начало оставляет желать лучшего. 10 случайных игроков нам абсолютно ничего не подарили, но, возможно, благодаря вашим лайкам в следующем выпуске будет все совсем по-другому. Но сейчас этот состав выйдет на поле и постарается уже своими силами вместе со мной заслужить этих игроков на футхеде. Но вот такие типичные офигенные составы мне и попадаются, с ними будет капец непросто. Суметь победить это, наверное, вообще чудо, но нам хотя бы на самом деле забить много мячей. Если бы я умел бить штрафные, я бы их, конечно же, бил. Но так как я бить их не умею, это на самом деле такой рандом. Хотя попал вроде бы неплохо. Сейчас бы попасть еще! Еще в тайм-финишинг. Это было супер опасно! И быстро-быстро разыграл сейчас голкипер. Могли наказать. Ну и, собственно, быстрая контратака. Естественно, первый на мяче именно игрок соперника. Мои ребята не догоняют. Морес забивает. Изи гол. Вот так вот только что могли забить мы, а забил Морес. Первые мы с вами пропустили, но здесь, наверное, нет ничего удивительного, потому что у нас не самая лучшая команда. Вот если бы мы первые забили, и, может быть, даже в центре поля порой что-то выходит, но вот взятие ворот у нас не давалось, пока не вышел Мартинес на поле. 1-1. Бедный парень, только вышел уже на травме. Ой, ну нет, ну что за заброс? Ну посмотрите на это, и нам везет. Этот фланг, конечно, у нас слабый. Марсиаль против серебряного игрока, и серебряный игрок вроде как мешает Марсиалю, но сможет ли он у него мяч отнять? Конечно нет, справляются ЦЗшники. Ну как так просто-то проходит? Все, и голкипер не может помочь. Но у нас успели защитники. Вынос. Первый тайм. 1-1 каким-то чудом. Но игра у нас, мягко говоря, не идет. Хотя, знаете, здесь может быть такой вариант, что один удар, один гол, и мы впереди. Очень хорошо Мартинес подключился, и действительно есть сейчас шанс забить гол. И добивание, добивание проходит уже из офсайда, по-моему. Совсем немного лучше начался второй тайм для нас, и голкипер делает потрясающий сейв. Сейчас буквально только что мы с вами неудачно разыграли штрафной. Предыдущий гол соперника был как раз-таки после того, как мы с вами не забили тот самый первый штрафной. Безусловно, это должно, наверное, было произойти и несколько раз до этого. Не, ну я сыграл, конечно, максимально плохо, и соперник мог забивать больше. С другой стороны, что я могу сделать за одного Лаказета? Потому что больше у нас игроков-то по сути и нет. Ну может быть! Вот это был шанс. Это был шанс сейчас взять и сравнять счет. Но не получилось. Максимально хороший был шанс. Но почему-то у нас мячик не залетел в ворота. Может быть, потому что у нас вот такие передачи идут? Был просто потрясающий шанс забить еще один гол. Тогда бы мы с вами открыли еще плюс три случайных игрока. Это была бы ничейка, нам бы еще дополнительные карточки тоже бы дали за это. Но, увы, только три случайных игрока на футхеде. Первый матч я максимально обосрался. Я надеюсь, может быть, хоть на футхеде повезет. Есть такая фишка. Когда ты играешь плохо, тебе попадают действительно хорошие игроки. Паулиста это да. Золотой игрок сразу это, конечно, зашибись. Но по сыгранности пока что он нам вроде не особо заходит. Но это, естественно, да. Эдвардс нет. Или для сыгранности да. И последний игрок нет. Паулиста пока что никак в нашу команду не вольется. Но зато это еще один игрок, который может выйти на заменку. И как минимум отыграть надежно в защите. Ищем еще одного соперника. Надеюсь, в этот раз мы не обосремся. Ну да, всего лишь 185 рейтинга у этой команды. Я думаю, мы не должны обосраться. Аккуратненько сейчас не пропускать. Но защитников наших просто сейчас изи убрали. И это 1-0. Мы вновь первые пропускаем очень быстро, очень рано. Ой, а это шанс. Это супер. Просто сейчас выход. И по ногам лопит соперник. Это желтая карточка. Просто супер. Мартинес. Выход по скорости. Хорошо прошел. И нужно забивать. Но ударил высоко. Надо было бить низом и в угол. У нас не получилось. Забить попытка соперника очень опасна. И вроде бы только опасный момент. И танцевый штрафной закончились. Снова удар. Просто один за одним соперник сейчас нагружает мою штрафную. У нас есть моменты. По пустым не попадает Буатен. Как ты сейчас запорол? Настолько нечасто у нас такие моменты проходят, что, естественно, максимально обидно. Мартинес единственный игрок, на самом деле, который прям тащит команду вперед. Прям просто. Да забивай ты уже в пустые практически. Дотащил Мартинес. Какой же он молодец. Мне кажется, он за первый тайм отдал все свои силы, какие у него только были. Потому что столько рывков он сделал. И только сейчас получилось. 1-1 после первого тайма. И Мартинес больше всех устал. Такой расклад явно не будет устраивать моего соперника. И как долго Буатен опять запорол момент. А ведь сейчас должен был пойти уже второй забитый мяч. Но это делает Мартинес, становясь, наверное, лучшим игроком этого матча уже автоматически. А у нас это возможность для первой победы. Какой красавчик. Он просто максимально заряжен. И сейчас отдать передачу под Лаказета пустые. Как голкипер вытаскивает? Я не понимаю иногда. Самое интересное, что постепенно инициативу мы с вами перехватили. Лаказет не получается забить. Я бы сказал, что ребята у меня на кураже. И сейчас не пробил. Не пробил Наваса. Но есть шанс. Пустые. Ну, блин, надо было сейчас, наверное, немножко подождать подработать. Голкипер успел вернуться. Но мы давим. Мы давим так, что весь второй тайм просто за нами. Наваса вновь отбивает. Развернулся. Удар и гол. Это я даже не понял кто. Скорее всего Буатенг. Но, честно говоря, я шлепнул просто на удачу. И он залетает. Неужели сегодня у нас будет первая победа? Просто в данной ситуации важно не отдать. Навесик. И по пустым. Но выиграла защита. А вот сейчас шанс у соперника хотя бы один отквитать, но мимо ворот. Ни одного нельзя сейчас дать забить сопернику. Потому что там, где один, там пойдет и второй. Да терпеть, если так можно сказать. Потому что любой забитый гол в наши ворота пять минут остается. Это шанс для соперника. Максимально не хочется упустить свою возможную первую победу в хэппи-гоу-лаки. И мы просто всей командой сейчас обороняемся. Потому что нам нужны эти пять случайных золотых игроков дополнительных. И мы выходим уже в свою атаку. Контратака пошла. Локозет, уходи. Давай, давай. Сил нет. Просто ударь уже. И все. А вдруг? Нет. Это победа. Это 3-2. Это 9 случайных игроков за 3 забитых мяча. Это 5 случайных игроков за победу. Это 14 случайных игроков. Всего мы сделали это. Первая победа в хэппи-гоу-лаки. Таким вот не самым лучшим составом. Оказалось бы, все потеряно. Но Мартинес игрок матча. Мартинес сделал игру и просто перевернул ее. А нам самое время идти на футхэд. Первая победа в хэппи-гоу-лаки. 14 случайных игроков. Очень надеюсь, что сейчас нам реально повезет. Первый с Риана нет. Вот это, кстати, да. Тем более у нас же появился с вами Паулиста. И можно будет их сыграть. По-моему, Паулиста тоже из Валенсии. Плюс, кстати, Франция, которой у нас много. Это интересно. Нет. 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 Хосе Калихон. А вот это, кстати, естественно, да. Этот парень, наверное, стоит каких-то денег даже. И он сейчас, может быть, даже не будет у нас стоять в основе, но выходить на заменку он будет. И это очень интересный игрок. Нет. Нет. Еще один защитник из Валенсии. Гарай. И знаете, такой намек, типа, сыграя в три защитника. Я подумаю, потому что Гарай я возьму. Нет. Дуглас Коста. Вот это сейчас у нас связочка получается. Справа Калихон, слева Дуглас Коста. Вот это я понимаю. Победа так победа. Сразу дикое выселение. Нкунку. Тоже игрок, которого мы, естественно, берем. И последний игрок. Вот это уже нет. Вот это я понимаю. Усиление только усиление. Стоило нам в первый раз выиграть в матче хэппи-гоу-лаки. И тут на тебе. И Калихон. И Дуглас Коста. Да, они у нас будут на заменке, но все равно. Защитное трио из Валенсии. Не самый плохой Нкунку. Ну и, само собой, не забываем про ребят, которые будут выходить. 77 рейтинг, 78 сыгранность. Мне кажется, сейчас мы, может быть, даже сможем показать более уверенную победу. Давайте найдем еще одного третьего соперника. Бразильца, Апелла, Лига 1. Окей, сегодня дадим шанс новичкам. Калихон, Лаказет. Вот это я уже понимаю. Состав, который действительно может что-то сделать. Здесь уже, наверное, сопернику стоит бояться нас. Левая нога. Дуглас Коста. 1-0. Это было достаточно просто. Очень опасный штрафной. Здесь идет розыгрыш. Удар. 1-1. Ё-моё. Больше ничего особо-то и не выходит. После первой атаки, как мы ее провели. Но сейчас забивает гол Дуглас Коста. 2-0. Это шанс на хэтрит. Этот игрок, самое главное, может его сделать. Ну, а мы, надеюсь, все-таки идем за второй победой. Сейчас нам дико повезло, что не попадает Али. 2-1 после первого тайма. Немного моментов. Дуглас Коста красавчик. Ой-ой-ой, какая ошибка, Лаказет. Ну, не будем мы прощать. Не будем ждать. Мы сейчас подключение. Забьем свой гол. А там постараемся забить еще один за Дугласа Косту. Спасибо сопернику за то, что он такое подарил. Ну, а расслабляться рано. Сейчас пропустили и... Изи гол. Наверное, слишком сильно я поверил, что уже все, уже все решено. Ой, все готово, но действительно ведь, действительно Дуглас Коста герой этой игры. Хэт-трик Дугласа Коста. Три золотых игрока на футхеде мы получаем за его великолепные голы левой ногой. Какой же бист нам выпал в хэппи-гоу-лаке. Этот парень действительно тащит. Именно в плане разгона атаки ему, конечно, нету равных, наверное. А сейчас четвертый полетит. Четыре золотых игрока. Просто поймав Дугласа Косту на футхеде, мы с вами приобретаем еще четырех золотых потенциальных игроков. Вторая победа. И в этот раз очень уверенная. Настолько уверенная, что сейчас, я надеюсь, мы забьем и пятый. Пять золотых игроков. Что творит Дуглас Коста? Просто первый матч у меня в команде. Офигеть. Что он делает вообще? Это просто жесть. В любом случае, как бы мы сейчас не закончили этот матч, это уже красивая победа. Это вторая победа нашего хэппи-гоу-лаки. Не хотелось бы, конечно, пропускать на последних, но в итоге в защитке не справились. Ну и ладно. Сейчас Дуглас Коста ударит. На нем, кстати, по-моему, фалят. Но это не важно, потому что Дуглас Коста забивает пять мячей в этом матче. Он становится игроком матча. А мы с вами получаем пять золотых игроков на футхеде. Плюс три случайных игрока за голл Козетта. И пять случайных за нашу еще одну победу. И я уже был доволен. Но сейчас еще восемь плюс пять. Давайте начнем со случайных. И первый игрок это нет. Нет, 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 Евгений нет, 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 нет. И может быть хотя бы последний будет золотой. Нет, все случайные игроки мимо. Но это не важно, потому что сейчас пять золотых игроков. Первый это Маркал, левый защитник, которого я с удовольствием беру. Французская лига. Я хотел сказать француз, но нет, французская лига. Бразилец пойдет. А вот теперь уже защитник из французской лиги. Француз. Это интересно. И его мы тоже берем. Опорник Пальнинья. А вот это, наверное, нет. Еще один опорничек с относительно неплохими статами для опорника. Но это чемпионшип, это Хорват. На всякий случай да, там посмотрим. Ну давайте топчика, пожалуйста. Какого-нибудь топового топа Модесты. Наверное, да. Наверное, тоже возьмем. А там уже будем в следующем выпуске смотреть, что из этого всего получится. Я не знаю, как вам, но для меня это очень крутой выпуск. Это наши первые победы. Это наши новые игроки, которые решают просто все. Это наш первый Пента-3. И мы с вами идем к тому, чтобы наконец-таки наш состав стал сыгранным. Чтобы мы открывали на футхеде только золотых игроков. И как вы понимаете, ваши лайки нам в этом реально будут помогать. Потому что каждая тысяча ваших лайков, это плюс один случайный игрок в самом начале. Ставь больше лайков, будет больше открытий игроков. Наша команда будет лучше. Также напоминаю вам по поводу интерактива. Надеюсь, вы заметили момент, в котором моя фраза приглушена. Вам надо в комментариях написать, что же я такого сказал. И те, кто из вас правильно угадает, попадут в следующий ролик. Который будет либо же в понедельник, либо если мы вдруг каким-то чудом наберем 100 тысяч просмотров. Приглашайте смотреть своих друзей, подруг, мам, пап, бабушек, дедушек, собак, кошек, черепах. И возможно, хэппи гулаки выйдет раньше. А так, ребята, всем настоятельно рекомендую сделать подписочку на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Влепить свой царский лайк. Ну а с вами был Денчик. Совсем скоро увидимся.